А сингулярность я вам пояснил. Сингулярность это, значит, это математическое явление определенное, резкое возрастание по экспоненте роста, всего причем по экспоненте, то есть скорости развития информации, например, это та же самая, значит, рост популяции человечества, резкий рост рождаемости имеется в виду, то есть в совокупности эти процессы могут привести человека неведомо куда. Значит, этот же подход предполагает, например, демонтаж государства, потому что это мешает глобалистам, понимаете, зарабатывать больше денег, например. Этот же подход, значит, он предполагает, предполагает, слава богу, что, значит, человеку допустимо, предположим, внедрять элементы роботов. Это называется гибридизация, это хорошо. В прошлый раз, например, вы услышали слово «отрезать голову человеку», например, да? А на днях пытаются приведить геномодификацию детей, например. То есть в таком виде мы будем жить, и это большой-большой вопрос, значит, нужно ли там, соответственно, жить. Итак, начнем мы с Казахстана. А почему с Казахстана? А потому что эта страна, наш, как сказать, сосед, да? Казахстан, дружный. Дружный сосед, практически евразийский партнер наш. В начале 50-х годов вдруг на Уземлении создал себе стратегию вызовов 21 века. Этот документ был опубликован, значит, под грифом «Национальная стратегия Казахстана». Он называется «Казахстан 2050», где, значит, в документе были отображены 10 вызовов 21 века. Возникает вопрос, откуда у них взялся такой, скажем, невероятный аналитический аппарат. Ответ у меня есть. Эту систему разрабатывали им русские, скажем так, аналитики. По качеству этой аналитики можно сказать следующий, скажем, интересный факт. Эти же самые аналитики придумали лозунг президенту России в 2012 году. Помните, 20 миллионов рабочих мест в 2000 году. Это был политический лозунг, предвыборный, для президента России. Он был озвучен, но, разумеется, он был провален. То есть этот лозунг не был достигнут, политическая цепь была провалена. Эти же самые разработчики разработали данную, значит, систему вызовов, соответственно. Это разработка порядка 2010-2012 года. Например, вот слово третья индустриальная революция, да? Это слово показывает, что эта разработка немножко подустарела. Потому что сейчас храмы у людей те были. Четвертая промышленная революция. Это вот Клаус Шлаба и так дальше. То есть о том, что, пожалуйста, у людей есть свой документ. Есть свое понимание в угрозах. Просто для, ну, типично для Казахстана, предположим, 10 ванны. Да? Казахстан тоже является, предположим, сырьевой державой. Там что-то там добывали, кинь, газ и так дальше. Степи, соответственно, угроза продовольственной безопасности существует. Генографический дисбаланс. Это что имеется в виду? Ну, так сказать, имеется в виду миллиарды китай-подбуком. Ну и так дальше. То есть о том, что этот документ на уровне национальной стратегии, он, во-первых, он был выложен на сайте мероприятия в группе объявлений в Фейсбуке, где публикованного было это мероприятие, с ним можно ознакомиться. Дальше он был выложен всем присутствующим, зарегистрировавшимся на мероприятии в качестве документа для ознакомления. И он тоже, мне кажется, следует, так сказать, к седению. Вот такая вот национальная стратегия. В России тоже есть подобные документы, но, если честно, странные. Например, я, так сказать, анализировал, в стратегии экономической безопасности России записано, что угроза является, например, вы не поверите, зеленой технологией. То есть, вот это вот солнце, ветер и вода являются угрозой как будто бы национальной безопасности России. Возникает вопрос, а нет ли неверного отождествления северных веков, северных веков и будущего России в этой диспозиции? Компликт интересов. Значит, итак, дальше листаем. Переходим к ЦРУшнику. Переходим. Пожалуйста, новейший доклад. Он сделан буквально недавно. Мне прислали его в качестве материала для того, чтобы вам его представить. Итак, еще раз. Это футуролог Рэй Курцейл. Ну, в общем-то, круче футурологов нет. Скажу вам даже более того. Поскольку я занимаюсь профессиональным анализом всех прогнозов, имея свою методику аналитики прогнозирования, я вдруг понял, что 95% всех прогнозов от ректора Садовничева до, там, какой у чиновника в инэкономразвития, своими корнями или ушами, отсюда торчат. То есть весь мир наводнен этими вот теориями, которые, скажем, имеют крайне... Ну, не сказал бы, чтобы не научное. Нет, оно научное. Это реминная экстраполяция, но которая крайне ограниченная, и в которой, возможно, вшиты возможные идеологические диверсии. Итак, они разделяют два вида, так сказать, вызов-угроз. Это потребности в ресурсах. Тут более-менее все понятно. Есть много этой течений. И видите, космос тоже включен, кстати говоря, у них. Ну, я даже знаю, почему включен. Потому что напарник товарища Кунсвейла, Диаманнисон, сказать, фанатик космотуризма. То есть для него тема освоения космического пространства, она является родной. Ну, в смысле родной, коммерческая, скажем, даже более того. На самом деле, безусловно, что наше будущее, будущее мировой промышленности лежит в освоении космического пространства. Это безусловно. Но при этом, так сказать, у людей совершенно чуть-чуть конкретные коммерческие интересы. Нужно это учитывать. Общественные нужды, ну, это вот устойчивость, например, они выставляют к природным стихиям. Я эту позицию поддерживаю, напишу об этом неоднократно, выступал на очистной палате. Предлагал Москве концепцию устойчивого города, такого, знаете, города резисцентного, готового к порывам метра, к локальным наводнениям и прочим вещам. То есть это реальность. Мы живем в условиях ужесточения резонансных фигуальтических колебаний. Ну, там, здоровье, все понятно, безопасность людей, в принципе, все более-менее нормально. То есть со списком трудно спорить. И сегодня были уважаемые докладчики, говорят, знаете, ну, а если кто-то, в принципе, правильно пишет, на самом-то деле, да, там, так сказать, нет особых, там, заложенных книг. Нет, особых заложенных нет. Но все-таки нужно нам проверить, провести полный спектр, сказать, этих анализов, понять методологию данную, понять ее изъяны. О чем был хороший вопрос. А, собственно, вот методология, вот ваш подход-то, он, возможно, что инструментально, так сказать, не полон, да, поэтому, возможно, есть какие-то ограничения существенные, которые влияют на результат. Возможно, есть. Поэтому нужно понять спектр угроз, понять угрозы недооцененные, переоцененные, понять тех китов, которые заложены и плагают под потолще воды, но они совершенно реальные, опасные киты. Вот к этому я вас, собственно говоря, призываю. Подумать и не опускать градус дискуссии, уровень обсуждений, но вульгарных, так сказать, примитивных тем. Если позволите, я быстренько это должен по своему докладу, это сделаю очень оперативно. Четыре слайда, три минуты, мой любимый формат. То есть вот эти вот все обсуждения, включая ссылки на научные доклады, моя любимая тема. Пять научных факторов. Итак, доклад мой, угрозы 21 века в моем понимании, откуда я их взял. Мы начали работать с подачей уважаемого, любимого мой коллегии Виталия Волчкова в 2017 году, разрабатывая стратегии развития Российской Федерации, социально-экономической благотворительной стратегии. Тогда был вынужден прикоснуться к глобальной мощи странового подхода, сформировать понятийный аппарат и методологическое ведро. Что если мопед мой, да покой. Поехали. Гипотезы. Первое. Устрашивайте, что будет, что, так сказать, что страшнее, гильотина или веревка? Вот в такой парадигме вопрос невозможно ответить правильно. Я, так сказать, говорю о самой главной угрозе, более общенном, но при этом более универсальном. Я считаю, что самая главная угроза, это навязывание миру не опциональных сценариев, и даже, как сказать, скорее даже кафстратических. В чем это выражается? Например, возгонки неопределенности. Вот, вы знаете, мир очень неопределен, впереди-то что-то происходит. То есть, на самом деле, у меня есть, в общем-то, возражения по этому поводу. То есть, возгонка неопределенности, ну, скание тумана на будущее, я считаю, это логической диверсией. Дальше. Спецоперации к управляемому хаосу. Ну, это вот слово, которое в России нельзя употреблять, поэтому оно приведено в англической транскрипции. Кто знает, тот поймет, кто не знает, ну и слава богу. Это создание, вот вам коллега объяснил, это создание, так называемых, знаете, рукотворных террористических угроз. Помните, были такие собористские пираты? Да. Потом они раз и исчезли, получившись у пальца. Потом появилась другая организация, которая дискретирует миллиард, так сказать, мусульман, часть которых являются моими друзьями. То есть, я к тому, что вот это вот создание, угроз, руками которых производится хаос в мире, это, я считаю, навязывание миру сценария катастрофического, так сказать, и практически предвоенного. Ну, и третья, собственно говоря, война. Ядерная, ядерная, это локальный конфликт между Индией, в общем, есть карта мира, где концентрация на маленьком локальном участке для всего человечества. Это треугольник Китай, Индии, Пакистан. Продолжение следует...